Самаркандский государственный медицинский институт кафедра медицинской информации и информационной технологии, видео лекции на тему, телекоммуникационные системы, электронное обучение и дистанционное обучение, основу создания электронных учебников, вспомогательное обучение, роль и применение дополнительной информационной технологии образования в медицине, интеграция в систему здравоохранения, основу телемедицины. Лектор-кандидат экономического аук Павшидов Алико Елташевич. Колоссальные изменения, происходящие в настоящее время в различных сферах жизни людей, не могли не отразить все на их представлении о том, что есть хорошее образование. В условиях информационного взрыва появлено совершенно новых тенденций в общественной, политической и экономической жизни страны. Преводователи уже мало имеют диплом от окончания педагогического училища или института для того, чтобы стать настоящим профессионалом в области образования. Необходимо постоянно совершенствовать свои знания, расширить свой прогнозор и заниматься самообразованием. Именно в этом телекоммуникация и могут сослужить преподавателя хорошей службы, помочь ему в удобном для него время и в удобном для него месте представить ему возможность учиться на различных дистанционных курсах. Вы уже, по-видимому, имеете некоторое представление о том, как происходит дистанционное обучение, а сколько самое в настоящий момент обучаетесь на подобных курсах. Задача же данной темы познакомит вас с более длительным вопросом дистанционного обучения, а именно, первый, что в настоящее время понимается под дистанционным обучением в нашей стране и за рубежом. Второй, каковы основные механизмы действия и формы организации дистанционного обучения? Третий, для какого дистанционного обучения может стать основным, а, возможно, и единственным способом получения образования или источником самообразования? Цель занятий. Первая часть данного занятия вносит преимущественный информационный характер, поскольку дистанционное обучение с использованием телекоммуникаций еще не очень широко распространено в нашей стране. Материалы данной лекции имеют прогротический характер, то есть описывают потенциальные возможности данного вида обучения, опираясь преимущественно на зарубежный опыт. Основная информация. Дистанционное обучение, зародившись в конце 20-го столетия, вошло в поменение экспортов, а в 21-го века как одна из наиболее эффективных перспективных систем подготовки специалистов. Термин дистанционного обучения еще до конца не устоялся как русскоязычник, так и в англоязычной педагогической литературе. Встречаются такие его варианты, как дистанционное образование, дистанционное обучение, но все же наиболее часто потребляясь термин дистанционного обучения, который мы и будем использовать в дальнейшем. То есть дистанционное обучение – это разновидность заочного образования, предусматривающая активная обмен информацией между учащимся и преподавателем, а также между самым учащимся и использующая максимальные степени современные средства новых информационных технологий, аудиовызиалованные средства, персональные компьютеры, средства телекоммуникации. В некоторых зарубежных следователях, отводя особый роль телекоммуникации в организации дистанционного обучения, определяя его как телеобучение. Комплексные системы, включающие планированные, распространенные и управленные программами обучения, использующие для этого передовые средства давней связи. Современные компьютерные телекоммуникации могут обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации, на равные, а иногда и гораздо эффективнее чем традиционные средства обучения. Эксперименты также подтвердили, что качество и структура учебных курсов равна как и качество преподавания при дистанционном обучении за частью намного лучше, чем при традиционных формах обучения. По имени известного американского ученого Питера Найка, именно современные средства НИД, широко используемые сегодня в дистанционном обучении, позволили этой форме массового обучения стать эффективным. Новые электронные технологии, такие как интерактивные диски CD-ROM, электронные доски, доски объявления, мультимедийные, гипертекст, доступные через глобальный сет интернет с помощью интерфейса. МОСАИК и ВОРД ВИДИВЕБ могут не только обеспечить активного плава величина учащихся в учебных процессах, но и позволяют управлять этим процессом в отличие от большинства традиционных учебных средств. Интеграция звука, движения, образы и тексты создают новые, богатые по своим возможностям учебные среды, с развитием, которые увеличатся из степени повлечения учащихся в процессе обучения. Интернативные возможности используемых в этом случае дистанционного обучения программ и систем доставки информации позволяют народить и даже стимулировать обратный свет, обеспечить диалог и постоянную поддержку, которая невозможна, если, но не во всех, то в большинстве традиционных систем обучения. И в это же время подобное обучение должно строиться на уже освоенном успешно прошедшим апробатским методикам как заошного, так и ошного обучения, отбирая наиболее эффективным, прогрессивным из них системно-дистанционного обучения, призван не поднимать, а дополнять традиционную систему образования, давая возможность любому человеку учить то, что он хочет, тогда и тем, когда и где он хочет, и на том языке, на котором он хочет. Дистанционное обучение в виде заошенного обучения зародилось еще в начале 20-го столетия. С тех пор во многих странах мира действует четко налаженная система заошенного обучения, при котором можно получить средные, средные специальные, высшее образование или повысить свои квалификации на базу различных учебных заводений. Заошенное обучение в этом случае означает самостоятельное индивидуальное изучение различных источников знаний. Как правило, учебные пособия встречаются преподавателем только один-два раза в год перед периодом экзаменационной сессии. В нашей стране заошенное обучение получили широкие распространения. Заошенное можно получить высшее образование, изучить иностранный язык, подготовку к поступлению в ВУЗ и тому подобное. Однако, качество подобного обучения зачастую оказалось все хуже того, что можно получить при очном обучении в связи с плохо налаженным взаимовесом между преподавателем и студентом и отсутствием контроля за учебной деятельностью студентов-заошников. в периоды между экзаменационной сессиями. Более того, в существующей традиционной системе полученные среднего и высшего образования, включая и заошенные, всегда определяется никакая категория потенциальных студентов, которые никогда таково не станут из-за невозможности оторваться от основной деятельности состояния своего здоровья, от травмного положения, до удобства следственно определенным расписанием, занятия и тому подобное. Существующая для такой категории учащихся в системе заошенного образования имеет много недостатков, один из которых необходимость самостоятельно полонировать и распределять свои усилия в связи с недостатком обратной связи с преподавателем и организатором обучения. С появлением средства НИД телекоммуникации учащенства был найден альтернативный вход дистанционного обучения. Дистанционное обучение как дальнейшее развитие системы заошенного обучения предусматривает активный обмен информации между учащимся и преподавателем, а также между самым учащимся, что предопределяет его эффективность и большие перспективы для использованного системного образования. За последние два десятилетия дистанционного обучения получало не только свое имя, но и выделили из системы заошенного обучения за счет технологических прорыва использованных новых коммуникационных технологий. Компьютерная телекоммуникация, спутниковая связь, аудио- и видеотехнология. позволяющие обеспечить постоянное интерактивное взаимодействие между участниками обучения, не выстраяя на их географические удаленность групп от друга. В зависимости от выбора средств дистанционного обучения в формах коммуникации сейчас можно выделить три вида технологических организаций дистанционного обучения. Первый единичный медиа. Данный модел предполагает использование какого-либо средства обучения и канала передачи информации. Например, обучение через переписку учебной радио или телепередачи. В этой модели доминирующие средства обучения являются, как правило, печатные материалы. Практически отсутствуют двухсторонные коммуникации, что приближает этот модель дистанционного обучения к традиционному заочному обучению. Второе. Мультимедик. При данной модели дистанционного обучения используются средства обучения, учебные пособия на печатные основы компьютерных программ учебного назначения на различных насыкновениях аудио и видеозаписах и тому так далее. Однако доминирует при этом передача информации односторонно при ограничении двухсторонной коммуникации. При необходимости используются элементы очного обучения, личные встречи обучающихся преподавателей, проведенные итоги учебных семинаров или консультации очный прием экзаментов и тому подобное. Кипермедия это модель дистанционного обучения третьего поколения, которая предусматривает использование новых информационных технологий при демонстрии роли компьютерных телекоммуникаций. Простейшей формой при этом является использование электронной почты и телеконференции, а также аудиообучения. При дальнейшем развитии эта модель дистанционного обучения включает использование комплекс таких средств, как видеотелефакс и телефон и аудиографика при одновременной широком использовании видеодисков различных гипертекстов систем знаний и искусственных интеллектов. Наиболее перспективным технологиям при дистанционном обучении существуют компьютеризированные обучения и интерактивные видеодиски. Рендерность не только на технические средства организации дистанционного обучения, а прежде всего, на форме метода организации обучения поделяются шесть моделей дистанционного обучения, получившихся сейчас наибольшие распространенные мировые практики. При этом, независимо от конкретной модели обучения, основные цели подобного образования на расстоянии оказываются схватимы и их можно свести к следующему. Дать возможность обучающим совершенствовать пополнять свои знания и различных областей в рамках действующих образовательных программ. Пятый, дать отстать образование ту или иную квалификационную степень на основу результата соответствующих экзаменов. Шестой, дать качественное образование по различным направлениям школьных и вузовских программ. Наиболее широкое развитие дистанционного обучения получило в настоящем работе в странах, где для этого сложилось соответствующее перед посылкой, а именно хорошее развитие телекомеркационной инфраструктуры. Наличие большой территории страны, где есть немало трудоидов, доступных или удаленных от центра районов, и развитие системы традиционно образованной. Это прежде всего такие страны, как США, Канада, Австралия и Великобритания. В этих странах действуют различные учебные заведения и образовательные телекомеркационные сеты, позволяющие всем желающим пройти дистанционное обучение. Например, вот это. В Узбекистане и многих других странах дистанционно обучения до сих пор не принимались в широком масштабе из-за объективных причин в основном из-за недостаточно высокого уровня развития средств телекомеркационных кассов. Однако, в последнее время результаты пандемии ситуация начала резко меняться. Крюшно. Более того, наметилось отставание реализации идея дистанционно обучения возможностей представляемых современных технических средств. Так, например, шройка развития средств компьютерного телекомеркаста в наших странах привели к формированию региональной и глобальной телекомеркационной сети. Телекомеркационные услуги стали доступны для учителей и учащихся вузов. Все вузы школы работают в сети. Однако, до сих пор методически информационное наполнение соориентированного на дистанционное обучение отсутствует и все же сейчас существует в полной реальной перспективе развития системы дистанционного обучения с использованием компьютерной телекомеркации. Семьянная же преимущество дистанционного обучения и телекомеркации позволяет решить проблемы интерактивного общения при взаимодействии преподавателей и студентов. Преподаватели и учебная группа, отдельные студенты и учебная группа. Обеспечить постоянный контроль за степлами усвоения учебного материала. Обеспечить студенты учебным материалом и учебным информацией в разнообразных информационных серверах и базах данных телекомеркационных сетей. Развить у студентов мастерство в социальном обучении персональной информационной навигации, обеспечить вариант необучения учащихся с помощью смоделированного материала курса, обеспечить гибкое обучение с возможностью индивидуального построения курса, эффективно использовать имущество у студентов на работе средств как составные части обучения. Интернет интегрирует общественные и зарубежные системы образования, представляя учащихся возможности получить образование как в Узбекистане, так и за ее пределами. Возможность учиться всем и всегда. Таким образом дистанционное обучение может решить массу проблем, связанных с необходимостью получения образования или самообразования для многих категорий потенциального участия в нашей стране. Основу создания электронных учебников в условиях соединенной компьютеризации общества проникновение компьютеров практически во всех сферах человеческой жизни и деятельности. Заметны тенденции применения компьютеров в целом обучении или переобратные определенных практических навыков по какому-либо виду деятельности для этого целия уже довольно давно используется разнообразные программные средства от электронных учебников до программных симуляторов определенных процессов. Следует отметить высокая эффективность применения вещеописанных средствах обучения по сравнению с классическим материальным средством таким как обычные книги и тренажеры. Эта эффективность обусловлена следующими положительными чертами присущими электронным средствам обучения. Возможность динамической отображения материала представляет излагаемый материал более наглядной и удобной для человеческого восприятия. Компактность и мобильность электронных средств обучения удобства и быстрого быстрота поиска желаемой информации. Возможность объективного контроля и оценки уровня знаний и навыков пользователя и изучаемого области реализованы посредством тестированных с жестко предписанной системы оцензирования. Возможность связи с разработчиками электронного средства обучения при помощи удобных электронных средств связи, что делает возможным другие виды обучения с использованием компьютера. Не менее эффективное дистанционное обучение. Теоретически основы электронных учебников. Первый Организация учебного процесса с использованием электронных учебников. Каминев НПАКО Cоздание организации учебных курсов с использованием электронного обучающих средств в особенности на базе интернет технологии представляет непростые технологические и методические задачи. При этом большие трудозатраты по разработке электронного обучающих средств зачастие некомпенсируется их эффективностью по причине их быстрого строения. Тем не менее, индустрия компьютерных учебных и методических материалов расширяется в силу их потребностей и социальной значимости. В этой связи актуальными являются разработки концепции построения и используя компьютерных учащих средств, в частности электронных учебников, активных современных идеям развития образования. Один из наиболее популярных компьютерных средств обучения стали электронные учебники, позволяющие реализовать функции обучения, самообучения, демонстрации, изучаемые материалы, тренировки и применения изучаемых материалов, контроля и самоконтроля, системизация своих знаний и являющиеся таким образом многосиловыми средствами обучения. По определенной электронной учебникой это обучающая программа, комплексное назначение, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического процесса обучения. предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая тренировочные учебные деятельности и контроль уровня знаний, а также информационно-поисковые функции, атоматические и имитационные моделированные с компьютерной визуализацией и сервисной функции, плюс условия интерактивно-опратные связи. Электронные учебники являются инструментами обучения, познания его структуры и содержание зависит от села его использования. Он – репетитор, тренажер и самоучитель. Особую значимость он превратает при использовании пределекомаркозных систем. Многие педагоги склонились ждать повышения интенсификации учебного процесса за счет применения электронных учебников, которые могут влиять на повышение целенаправленности, усиление мотивации, повышение эффективной емкости учебного содержания, активизация учебных познавательных и деятельностей обучающих, вскровение темпы учебных действий. Электронные учебники эффективны, когда имеется практически мгновенно обратный связь, имеется возможность быстрого поиска необходимой справочной информации, имеется демонстрационные примеры моделей, имеется контроль. Учебник должен быть гибким, он может настраиваться на индивидуальные особенности обучения. Важно иметь возможность задействовать упользователя все его каналы, восприятие информации, зрения, слух, подсознание и так далее. А если электронный учебник позволяет представлять параллельно учебную информацию, то он не только идентифицирует обучение за счет интеграции всех своих психо-физических усилий, но постоянно развивает способность параллельного воспринимательного мира. Среди достоинства электронных учебников следует видение. Облегчает понимание изучаемого материала за счет индивидуального подхода, воздействия на слух и эмоциональный памятник, другие способы передачи. Допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащихся, формуя его подготовки, интеллектуальным возможностям и амбициям. Освобождает от громоздких вычислений и преобразования, позволяя сосредоточиться на структуре предмета, рассмотреть большое количество примеров и решить большие задачи. Представляете, широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы. Дает возможность красиво, аккуратно оформить работу и стать ее преподавателем в виде файла или распечатки. Упаляйтур бесконечно терпеливого наставника, представляя практически неограниченное количество разъясненных повторных подсказок и прочее. Второе. Требования содержания электронного учебника. Электронный учебник после конвертирования представляет собой последовательный страниц, содержащий изображения, в которых заключены весь текстовый материал, формула, графика, рисунки, также вложенные в видео и файловые материалы, тестовые глоты и элементы навигации. Электронный учебник в общем случае должен иметь следующий структур. Введение один или несколько разделов. Введение для каждого раздела. Последователь стран сайтов для каждого раздела. Основные материалы, включая текст, формула, графика, рисунки, вложенные в видео и зубы и ролики, тестовый блок в конце страницы, тестовый блок в конце раздела, рекомендированный материал для изучения, заключение, четвертый артистовый блок в конце учебника, пятый рекомендированный материал для изучения. Каждый электронный учебник имеет стиль формирования, задающийся какой форм используется на его страницах, как выглядит на выгодственном панели, а также каким образом элементы располагаются на страницах. Изъюжимые все вышесказанные, можно сформировать следующие рекомендации для электронных учебников. Электронный учебник должен использовать преимущество электронного формата перед печатным. Это значит, что в нем должны присутствовать активные объекты, видеоролики, тоуковые вложения и другие объекты, представляющие интерактивность. Кроме того, электронный учебник должен представлять удобную систему навигации по нему с возможностью производства выбора за разделы и страниц для изучения. Иначе говоря, активное объявление должен обладать со стороны средствами, которые качествово-своенно знали, тестовые элементы. Электронный учебник должен быть относительно мал по размеру и запускаться на большинстве персональных компьютеров без установки дополнительной программы. Электронный учебник должен позволять работать с ним как с веб-сайта образовательного учреждения, так и на локальном компьютере. Электронный учебник должен представлять в стороне средства организации обратной связи с автором. Электронный учебник не может, не должен заменить книгу, так как экранизация литературного произведения принадлежит книгу новому жанру. Так электронный учебник принадлежит совершенно новые жанры произведения учебного назначения. И также как просмотр фильма, не заменяя чтение книги, по которым он будет поставлен. Так и наличие электронного учебника не только не должен заменить чтение и изучение обычного учебника, а на против, побуждает учащих гостя взяться за книгу. Именно поэтому для создания электронного учебника недостаточно взять хороший учебник, смотреть его в навигации, создать гипертекст. И богатым иллюстрируемым материалом, включая мультимедийные средства, и его выполнить на экране компьютера, электронный учебник, где должен превращаться не в текст с картинком, не в справочник, так как его функция принципиально иная. Электронный учебник должен максимально облегчить понимание и запоминание наиболее существенных понятий, утвержденные примером, поляк и великая в процессе обучения неизженная обычная учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слуховые и эмоциональные памятники, а также используя компьютерные объяснения. Роль и применение дополнительного ИТ-образованного в медицине интеграционной системы здравоохранения. В новом развитии страны объявляют реализацию с помощью ИТ-инициатив, направленных на модернизацию системы здравоохранения, в целое ее совершенствование снижения расходов, повышение безопасности пациентов и качества медицинских услуг. Но разные государства добились только не однакоого успеха. США и Волгебертян направляют на развитие и техосферы здравоохранения примерно однакоую часть всех средств, введя на государство на медицинские исследования. Мадайка Соединенные Королевства более широкая, принимает достижения и т.д. Значительные, обреждающиеся еще по уровню использования электронной истории болезни учреждениям первоохранения медицинской помощи. Национальные службы Тарахлина Волгебертания определили медицинские исследования как отличие от своих первоочаротных задач, а США напротив отсутствует уже создание НХИС возможности по превращению электронной истории болезни и его полезной базы данных для медицинских исследований. Совершенно серьезно отстают от ряда в европейских диаспределах по уровню использования телообородства медицины, не обеспечивая, например, совместными электронной истории полезными необходимыми условиями развития современной системы заражения, вместе с тем применение компьютеризированных систем поддержки принятых решений в госпитале более чем оправданных с точки зрения пациентов, поскольку позволяет вернуться к основным принципам доказательной медицины. Пациенты и врачи имеют все возможности информации, когда принимают решения о курсе лечения. Если вопрос о росте инвестий и реформационную технологию в сфере заражения в США, уделяется многим вниманиям, то об их уравнении реальных отдачей говорят мало. Адранициация системы заражения позволяет расширить медицинские исследования, чтобы в свою очередь принести ее самые немалые преимущества. Например, ученые-медики смогут использовать сети быстро изученного заражения для того, чтобы определить эффективность определенного лечения для конкретной группы наследия или выявить вредные побочные действия лекарственных препаратов. Как, сначала, врачи используют свои стремления совершенствовать заражения, как эта страна инвестирует в технологию, как проводят медицинские исследования. Просматривается это исследование просто как внутренненациональные проблемы или как глобальные задачи, которые необходимо решить с помощью международного партнерства. Второй вопрос. Еще 20 лет назад после взятия посетов врача оставались данные только несколько показателей общей сведения о заболевании без давления и симптомах. А сегодня может генерироваться большое количество цифровых информаций, поступающих из разных сочных ватт, претергионаристик, с ним до телеметрии от имплантируемых устройств, такие как кардиомониторинг, по мере того, как медицинские учреждения отказываются от бумажной истории болезни. Эти данные в электронном виде собираются все больше. Наличие большой набор цифровой медицинской информации позволяет совершенства здравоохранения появились даже новые понятия исследования. В кроменном сейчас ТТ используется на всех этапах здравоохранения от базовых исследований до представления медицинского услуга. И включает в себя множество специализаций, таких как биоинформатки, керетические информатки, биомедицинские информатки. Самым известным примером биоинформатки может служить, в котором используются для анализа определенные последствия миллиард базовых пар, составляющие ДНК человека. Большая программа базовых исследований удалось добиться благодаря наличию вычислительных ресурсов технологии хранения алгоритмов сбора и анализа больших наборов данных. Информатка показала серьезные системные биологии, использующие модель и организованные сложные биологические системы, например, имитация роста опухол. клинической информатике посвящена использованию и для совершенства медицинского обслуживания и охвата и таки процесса, как подготовка медицинских счетов, планированное обслуживание пациентов, распределение ресурсов для ухода заболеваний, клинические системы, поддержки принятых решений могут, например, предупреждать лечащего врача опотенциально возможен всех лекарственных препаратов с холеницей, с историей болезни пациента и известные аллергические реакции. Благодаря объединенной информации пациенты с клиническими рекомендациями в медицинском режиме могут уменьшить число врачей в нашем на доле тех только случаев нежелательные реакции на лекарственные препараты. В США проходят 119% случаев нанесенные вреда здоровья у госпитализированных пациентов, что стоит госпиталям более 2 миллиард долларов в год, не включая компенсацию за врачебные ошибки. Биомедицинские информатики связывают медицинские исследования, клинические лечения и те с целой разработки новых средств, технологий для лучшего сбора, отображения и анализа медицинских данных. Результаты таких исследований станут более персонифицированными, а врачи смогут лучше понять природу каждого заболевания. Преимущество информатизации Возможность провода анализа большого набора медицинских данных позволяет открыть новые виды наличия и лучше понять природу заболевания. Форматические компании могут применить биомедицинские данные для создания лекарственных препаратов, ориентированных на конкретную группу населения. Например, если в реальном времени отслеживались побочные эффекты нового лекарственного препарата, то проблема о которых говорится недавно изданного предписанного взятым лекарственным препаратом биохом могли быть выявлены значительно быстрее. Использование методов быстрого изучения может не только поднять уровень безопасности пациентов, но и перевести к значительному повышению качества медицинского обслуживания и снижение его стоимости. Превращая серьезность в сфере данного знания, врачи смогут более особенно применить доказательную медицину. Старинное наследие требует увеличения затрат медицины, а в то время как США лекарственные все более актуальны становятся проблемы сокращения расходов в сфере здравоохранения. Цифровая платформа. Пока еще ни одной стране не удалось создать интеллектуальные полностью связанные инфраструктуры для исследования области здравоохранения. Несмотря успеха множества плотных проектов, демонстрируемые ими потенциальным преимуществом, еще перестает решить наималый технический проблем обозвеченного доступа к данным связи со свершающими сочетками данных, созданные эффективные инструментальные анализы медицинской информации, появляющие дело содержательного города. Всего невозможно иметь доступ к многим данным полученным в рамках медицинских исследований, например, из США соединенных королевств очень медленно внедряясь в электронную историю болезни в учреждениях первичной медицинской помощи в госпитале. Система электронных High-Lis Record в США использовала лишь четверть первичных медицинских учреждений. В Великобритании 89% в госпитале было назначено ниже лишь 10% в госпитале этих стран внедрили в систему ЭХР. Хотя именно широкие примененные электронные истории болезни являются необходимыми условиями создания базовой набора данных для исследования в обществе медицинской информации. Среди проблем возникает совместные данные, больше количества электронных медицинских данных врачи не могут использовать полностью, поскольку эта информация находится в разной базе данных. в течение многих лет отдельного специалиста и исследователя с Компса сообщаясь в производстве консульной координации интерпремонова предлагая различные варианты решения проблем совместности. Это пока не один из вариантов не получало широкого распространения. Самый известный из них БИО, которые представляют собой свободное распространение проектов в сфере в биомедицинской информатике, позволяющей представлять следовательским повторным использованием код по автоматизации решения общих вычислительных задач, например, проект для работы с последовательными ДНК или объединения информации и их различных источников данных. В телемедицине использованы современные средства, коммуникации для дистанционного представления врачей и консультаций. Консультационных услуг – это уже не фантастика. На наших глазах она превращается в реальный инструмент эффективного лечения и без привлечения спасает жизнь. Несмотря на распространенное мнение о том, что телемедицина направлена молодой и пока еще мало используемой в практике своей истории, она начала задолго до появления компьютера. Во временной телеграфии. Собственно, консультацию специалистов по телефону тоже можно условно оценить к одной сфере. В то же время, первый из семей видеоконференции в качестве инструмента для телемедицины был проведен в 1965 году. Это была трансляция операций по замене артериального клапана на искусственном сердце, который ассистировал выдающийся кардиохирург Майкл Эбайкин. Тогда самого первого телемедицина еще не существовало, но он появился позже, в первые половины 70-х годов. Сейчас же данное понятие определяется как одно из направлений медицины основной на месте используемой современной коммуникационной технологии или дистанционной оказанной медицинской помощи и своевременной консультации. При этом важной особенностью современной телемедицины является возможность в том числе на аудио- и видеосвязи. Однако был бы ошибкой считать, что для этой цели подойдет любая система лукаса. Показание качественной и эффективной дистанционной условий медицины требует особого подхода к организации видеоконференции, связанной, и чем в ответственной сфере, тем больше требований представляется к техническим частым решениям. Более того, поскольку это направление активно развивается, в разных странах уже принимается закон о телемедицине, так или иначе регулирующей данную сферу. В частности, при реализации таких решений важно не только использовать качественные и производительные оборудования для телемедицины, но и учитывать различные юридические нюансы, связанных, например, с обработкой персональных данных, врачебные тайны и тальганы. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.